да я сваливаю на 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 что не хватило тебе слышь ты чучело ты когда-то умрешь вообще или сколько тебя надо полосовать вообще следующий эй-эй-эй-эй-эй не вздумай меня колоть опаньки ты даже блокировать умеешь хорошо у меня сзади какой-то придурок вот так вот а вы смотрите перпету с плейми зовут саша а это хелблейд сынуя сакрфайс и об этой игрушке я могу сказать вам только одно даже если по части геймплея она кажется куском дерьма то мне абсолютно и глубоко срать на это потому что это самый красивый кусок дерьма в моей жизни я серьезно геймплейные скриншоты меня просто покорили вы просто посмотрите на это лицо в главном меню это же просто оба ладно ладно хорошо просто просто скажу вам что я настолько люблю всякую вот такую визуальную приблуду в играх что если вспомнить варкрафт 3 кто его вообще помнит да то на 70 процентов я люблю эту игру за ее заставки и можете закидать меня камнями после этого что же давайте начнем новую игру и окунемся в мир хелблейд а сейчас сейчас мне очень хочется чтобы эта игрушка реально стала чем-то таким мощным просто ну ладно давайте меня уже такое знаете я не знаю я весь на иголках здравствуй кто ты впрочем неважно приветствую тебя со мной ты в безопасности я буду здесь рядом чтобы тихонько говорить с тобой не тревожит других послушай я расскажу тебе стену а сейчас мы дождемся пока надо бы договорить до этого места как плывет как плывет а тебе оси ну и ее история уже подошла к концу но сейчас начнется снова и так она нас догнала серьезно это просто в восторг она дышит голова дышит она все ближе делион это шерсть это лицо это просто это путешествие в глубины тьмы после этой истории других историй не будет мощно начинает серьезно будь мне 13 лет мурашки по коже шли бы они чувствуют что ты идешь они идут тихо ой извини я забыл рассказать тебе о других ты ведь тоже слышишь слышишь их они всегда здесь со дня трагедии серьезно как кино начинается я прям не знаю я теряюсь я хочу за всем этим следить ну да это не совсем верно некоторые из них тут давно некоторые недавно но все они изменились думаю тьма изменила их так же как и изменила ее голоса на заднем фоне шепчет посмотри вокруг оглянись она дрожала или мне показалось смотри там впереди ты тоже видишь да это место действительно существует она добралась наконец это страна тумана и мрака север на север на северяне зовут это место страной хель рискнув предположить что он тяну типа из племени викингов какого-то возвращайся это опасно они здесь озвучка вот это вот все вода звук как она гребет просто этим веслом это нечто причем гребет с подворотом потому что с одной стороны только и как ровненько она абсолютно точно знает что делает и делает и далеко не впервые оглянись вокруг ты их видишь утопших больных убитых они повсюду их тела гниют на полях в реках страны хель но здесь мертвые не всегда лежат спокойно нет в этом месте они не покоятся с миром кстати да я забыл вам сказать что эта игрушка реально очень 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 может ударить по мозгам если вы чувствительны то лучше выключайте видео да об этом авторы предупредили нас это я просто забыла вас предупредить вот потому что реальные психи помогали создать ту игру и ой 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 ты чувствуешь что они смотрят а не наблюдают за ней никогда еще титры не были такими захватывающими тем более в начале игры пробирает серьезно я надеюсь эта атмосфера вам тоже передастся о чем она думает я расскажу тебе ей страшно а тебе не было страшно бы кажется она должна была уже привыкнуть к этому за столько лет но тьма тьма расстается разрастается становится сильнее нависает над ней да там тьма нависает прям трупами таки у нее дреды блин просто можно притвориться что ее нет отворачиваться но она всегда рядом хоть и невидимая там где ты уязвимая уязвимее всего она как будто знает сколько тебе нужно света чтобы видеть ее удушающую мощь кстати да страшит как говорится не тьма а свет во тьме они чувствуют тебя они знают что ты здесь ты думаешь что она очень храбрая раз отправилась в такое путешествие одна но ею движет не храбрость храбрость для тех кто боится смерти страх сено гораздо гораздо глубже итак по моему мы приплыли ну что же сено давай посмотрим как ты двигаешься как на этой колоде она вообще могла ровно плыть и не падать с нее я не знаю но мастерство мы даже с мечиком уже что она ищет что осталось позади я знаю о чем она думает я слышу ее мысли она хочет вернуться она испугалась вернись еще не поздно сесть в лодку и вернуться никто не осудит ее никто об этом не узнает нет серьезно посмотрите на эти волосы о она услышала нас на меня смотришь пути назад нет дура ты не обозвал сено отталкивает прочь мир в котором все стремится все стремится причинить только боль возвращайся незачем возвращаться и ждать можно только худшего может быть ты пойдешь с нами может быть тебе тоже есть место в этой истории да конечно нам есть место в этой истории мы сейчас будем ее вершить итак отлично лица мы ее не увидим именно поэтому нам его и показали но ты посмотри как она двигается ты посмотри просто это прелесть как мне использовать мои глаза подойди ближе незабываемая история сено потому что твоя тьма идет из хель там тебя ждет твоя судьба кстати в настройках я ставил сложность на сложно да это максимальная здесь говорят что горящие тела оказываются прямо у ворот хелы но этого пути не минуют ни боги ни люди ты должна покинуть острова оркни через восточное море найти путь ведущий на север через темные равнины через девять ночей пути ты отправишься вдоль большой реки увидишь мост покрытый золотом отсюда начинается дорога Хельхейм они идут трусиха беги бегу мост ведет через реку ножей река эта течет из темного мира Нильфхейма я бегу чтоб ты даже и не сомневался голос в моей голове тьма приближается она желает жизни она изголодалась по жизни как старая стая волков на охоте но она не остановится еще бы ей нужны мы тянуя побежали на вид ей я не знаю максимум 20 лет ну может быть чуть больше но вряд ли не теперь конечно не теперь я же убежал просто визуальный восторг ты видишь Хельхейм он здесь я чувствую его страна мрака и тумана старый дурак был прав как он говорил река ножей за которой лежит страна Хель место которое зовут Хельхейм 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 он потерян ты не можешь его спасти только не говори что там череп где ты да там череп это факт причем без нижней челюсти вроде как Юрик скажи пару ласковых я тебя слышу я тебя слышу небольшое дрожание вообще по моему это для для Виара было бы самое оно это игра сомнений нет источник тьмы где-то в Хельхайме и богиня Хела держит его душу там ты никогда не найдешь его я иду ее милого возлюбленного Диллиона а подождите это мне напоминает историю с Орфеем который спасал свою возлюбленную из ада почему она это делает почему не повернет назад она делает это ради него она хочет спасти его он уже мертв какой пляж какая прелесть но его душа по-прежнему в Хельхайме его душа еще жива она должна дать ему покой она никогда не спасет его она не может оставить его в покое да или что там было он уже мертв мост Хельхайм я не помню его название она тоже забыла но она помнит что пройти по нему могут только мертвые такое забыть сложно старый дурак сказал что к нему есть тайная дорога посмотрим что будет дальше а дальше будет жесть как же она завораживает я просто передать не могу это один из тех случаев когда ты начисто забываешь что есть вообще края монитора да границы экрана порывы ветра это все это просто по идее нам туда там вроде как сохранялочка но любопытство ведет меня сюда да и здесь мы найдем что ничего а следы следы где следы ребят ну вы что серьезно ладно хорошо или нет нет вот наши следы по идее нет это камни не знаю я не следопыт не сложно побежали свиное сохраним тебя пока мы можем я только не помню не понял этот это байдана сохранила там или мы должны посмотреть сюда северные северяне говорят что есть 9 миров мир людей известный как мидгард ну да естественно небеса где живут боги и асгард боги земли урожая ветра и моря обитают в в анахейме а злые духи свартальхайме горные великаны и так далее огненные великаны обитают в муспельхейме не фельхейм мир льда и тьмы пельхаем же населяют только мертвые туда ты и должна отправиться окай как мне отправиться туда на какую кнопочку ты будешь ползти а тянуя подскажешь мне нет на я она просто приближает смотрит и что дальше эх подсказочку было бы не лишним ой так нет заглянем заглянем сюда где то наше управление у уклониться блок левый шифт взаимодействовать на f я жал вообще то на f а может и не жал а может быть и я и не жал на f ну ладно вот так вот так вот это вот это да пошли пошли сенула аккуратненько ты не знаешь куда идешь да я тоже не знаю куда она идет ну что ж поделаешь никто не знает куда она идет звуки это просто нечто в этой игре атмосфера вообще зачет что она ждет ей страшно спрыгнула нормально зачем она это сделала теперь она не сможет вернуться хватит ржать нет вот она тайная дорога хорошо побежали посмотрим сенула здесь опять все закрыто как всегда это опасно коснись их не убивай меня я не из них я просто прячусь я знаю если прятаться то дольше проживешь я не дамся больше этим ублюдкам и меня не поймать никогда простой а кто ты? постой кто ты? так 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 он просто опоминание Друт это ты? за мои рассказы о северянах меня прозвали Друтом Ужецом старым дураком но Друт знает правду я рада что ты здесь ты сдержал слово вести тебя в эти жизни в этой жизни и в той я буду рассказывать тебе свои истории Ахель если ты позволишь пойти с тобой а я могу не позволить? расскажи мне все свои истории снова мой друг я слушаю руны короче закрывают это все дело сосредоточься внутреннее зрение ты увидишь скрытое в открытом я вижу сосредоточься смотри ближе сейчас она должна сосредоточиться удержи ее своим внутренним взором. Найди такую же, чтобы открыть. Найти такую же? А где найти такую же? Или просто подойти ближе? Я что-то не въезжаю немножко. Где-то здесь должен быть такой же иероглиф или что? Так, погоди, погоди, погоди. Надо осмотреть ту пещеру. Секунду, сейчас найдем такой же. Так, ну началось. И где? Он близко. Сосредоточься. Ты найдешь его? Да, конечно, найду. По-моему, он остался позади. Наверное. Или нет? Тихо. Где-то здесь или что? Нет. Совсем близко? А если... Блин, я смотрю туда и не замечаю. Вообще, капец. Гляди на ворота. Они открыты, да? Слушайте, это было сильно. Врата открыты, иди через врата. Давай. Что за воротами? Вот напрягись. Фух. Вроде ничего такого, но как напряжено. Дождик пошел. Шесть лет я был рабом в Хейль. Но я следил за северянами, изучал их. Я знаю, что ты сделал. Зачетно поднимается. Ты слушаешь меня? Хотя другие смеялись. Мой народ дорого за все заплатил. Храни мою историю, и вместе мы покажем северянам нашу ярость. Обязательно. Так, здесь надо быть аккуратнее. Ты слушала меня, хотя другие смеялись. Ты меня слушала, а другие смеялись. Я не понял, мы сейчас убьемся или нет? Мне надо быть поаккуратнее здесь. Еще один голос теперь с нами. Когда-то она пыталась заставить всех уйти. Притвориться, что их нет. Но какой в этом прок, если мы всегда рядом? Да, да. Множественное расслоение личности. Это как бы... Не знаю. Не самое лучшее, что могло случиться. С нашей игрой не... Так же бывает и с высотой. Когда стоишь на краю, можно притворяться, что все хорошо. Но все-таки ты знаешь, что смерть рядом. Она только ждет, когда ты оступишься. Хочешь, не хочешь, а это так. Так, это значит, что нам надо быть прям аккуратненькими. Здесь Дайсинова. Да, я не могу упасть. Я не должен падать. Я ничего не падаю. Спокойно. Трынди под руку, а. Конечно, я не упаду. Не трынди. Заткнись. У меня у самого сейчас будет психоз. Это нечто просто. Миром мертвых правит великанша Хелла, дочь Локи. Боги страшатся ее крови. Плох род ее матери, а отца еще хуже. Когда она была ребенком, Бог отец отдал ей во владение Хельхайм и даровал власть над всеми самоубийцами, а также умершими от болезней и лишенных страданий. Во всех девяти мирах одна лишь Хелла может воскрешать мертвых. Твого Диллиона принесли в жертву Хели, с ней тебе придется торговаться. Слушайте, ну зачетненько так посмотреть. Прелесть, прелесть. Геймплея по сути еще не было, мы просто бредем пока что. Но история очень даже. Сам факт, что мы играем девушкой-викингом по сути. У которой еще и к тому же просто раздвоение личности. Расстроение или еще как. Как знать. Кино Сплит напоминает, да? В конце концов окажется, что в ней сидит такая тварь, которая может порвать всех. Или нет? Врата, иди обратно, ты должна их открыть. Врата в Хельхайм отделяют живых от мертвых. Не лицо ли это самой Хеллы? Полузгнившей богини. Правительницы Хельхайма. Какие бы ужасы не скрывались за дверью, она должна найти его. Толкай. Толкай, толкай. Или она сама толкнет? Здесь кто-то есть? Не знаю, не знаю, кто здесь. Но это что-то стрёмное. Тьма? Сейчас, я думаю, нас будут убивать. Ты забрала его у меня. Умоляю. Отпусти его. Я дам тебе всё, что ты захочешь. Я больше не буду противиться. Просто верни его. Эй-эй-эй, что-что-что-что-что. Дура, ты умрёшь. Какая-то чума, порча коснулась её. Или она коснулась её. Сама. О-о-о, дяденька. Ну, здрасте. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Слава богу, что я посмотрел, что у ворот на пробел. Да я сваливаю. На, на, на. Чё, не хватило тебе? Слышь, ты. Чучело. Ты когда-то умрёшь вообще? Или сколько тебя надо полосовать вообще? Следующий. Эй-эй-эй-эй-эй. Не вздумай меня колоть. Опаньки. Ты даже блокировать умеешь? Хорошо. По-моему, у меня сзади какой-то придурок. Или нет? На. Хорошо, что Синуа такая быстрая у нас. И нифига не устает. О-о-о. Ну, давай, давай, давай. Скольких нам надо прирезать, чтобы это закончилось, а? Слушайте, настолько просто... Настолько нас... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Он заблокировал или что? Нас настолько просто как-то, я не знаю, сроднили с героиней главной, что, блин, я не знаю, я за нее боюсь. Эй! А-а-а, здорово. А что я могу сделать? Осторожно, сзади! Да я... Слышь, а... А каким макаром мне их победить, если они не пробиваются вообще? Че делать, Синоя? Че нам делать? Их трое теперь. Вот же здорово! Она не пробивается, эта тварь! Или пробивается? Нет, она не пробивается совершенно! Валим, Синоя. А можно как-то... Как это сзади? А-а-а, че делать-то, ребят? Сейчас же наши ласты склеятся, как просто в худший день! Тихо! Эй! Тихо-тихо-тихо-тихо! Не, они, конечно, как бы поодиночке вообще никакие, Но, блин, их трое, и они не... И они не восприимчивы просто к нашим ударам! Так, а может быть, что-то... Эй-ей-ей-ей-ей-ей-ей! У нас в глазах темнеет! И, по-моему, я проигрываю, потому что делаю что-то не так! А что сделать, чтобы было так? А-а-а! Так и должно было быть! Не сдавайся, да? Не сдавайся! Ползи! Ползи, у тебя получится! Ты, блин... Да, мы ее потеряли! С... Видение? Того, что случится? Бедная Синоя! Тьма не торгуется, Ее нельзя уговорить! Гниль! Теперь она поселилась в ней! Она поползет вверх к ее голове! К вместилищу духа! Пока, наконец, от нее ничего не останется! Вот это... Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Не чеши! Ну ты что делаешь? Она же расползается! Брось! Фу! Что она делает? Все-таки она заражена! Все муки окажутся... ...напрасными! Это только дело времени Блин, это было мощно Серьезно Какая-то темная хрень будет в нас расти Есть гниль Если есть гниль, доберется до головы То все, прости прощай и до свидания И весь пройденный путь пропадет и забудет Что? Я так понимаю, если мы будем проигрывать в битвах То мы, что, потеряем прогресс? Самые тяжкие битвы ведутся разумом Ее этому Делеон научил Темная гниль будет расползаться все больше При каждом поражении Пока не доберется до ее души Но Она еще может управлять своим разумом И она сдержит свое слово Любой ценой Она посоветовалась там с черепушкой Все нормуль? Можно идти дальше? Послушай меня, Сино За этими вратами лежит Хельхейм Чтобы открыть врата Тебе придется биться с богами Которые охраняют их Богом огня Суртоном И богом иллюзии Вальрованом Пролей их кровь, чтобы открыть врата И войти в страну мертвых Вау Серьезно Это просто вау Северяне говорят, что в самом начале не было ничего, кроме тьмы Жестокого холода На севере и Палящего солнца на востоке Или где там Они говорят, что лед наползал с севера А когда приблизился к жаркому Силой тьмы Сила тьмы вдохнула жизнь в тающий лед Так родился первый великан Имя ему было Эмир Лед таял дальше И сила тьмы дала ему жизнь И стал лед Коровой Чье молоко стало кормить великана Да, коровой Этого ты не ожидала? Вообще Вообще не ожидал Я как бы немножко Чуть-чуть Самую грамулечку Я Вникал в их мифологию Но это сильно Это сильно В общем, ребята Я предлагаю здесь прерваться Это просто прелесть Как она ходит Как она двигается У нее немножко подбит Левый глаз Или мне кажется Нет, наверное кажется Ну в общем Это нечто Мечик мы можем достать Только когда враги есть В общем Да, мы здесь прервемся Это было сильно Серьезно Это одно из самых сильных На самом деле Начал Игр Когда-либо Виденных мной И я думаю Эта игрушка Будет полностью Пройдена На нашем канале Мне Искренне хочется Чтобы вы ее Поддержали И распространили Между своими Друзьями Если она вам Понравится Конечно же Поставили лайк Написали что-нибудь В комментариях Что вам Вообще Как вам Нравится Эта тематика Потому что Я в восторге От всей этой мифологии Особенно Вот этой кельской Это просто Нечто Во-вторых Рисовка В-третьих Звук Как все здесь Сделано И Это Знаете Это похоже Больше на приключение Чем какой-то Экшен Ну пока что Пока что Что будет дальше Я не знаю Но все-таки Я бы даже провел Какой-то параллель С Dark Souls Только Здесь на самом деле Хоть она Вроде как Исходит с ума У нее в голове Какие-то шизы И так далее Но здесь нам Что-то пытаются Объяснить И нам понятно Куда мы идем И зачем Мы это делаем Но опять-таки История с Орфеем Повторяется Я Так Думаю Ну может быть Там у викингов В своей Примочки Какие-то Прибамбасы Есть Вот Что же На этом все Всем большое спасибо За просмотр Повторюсь Ставьте лайки И пишите комментарии Если вам есть Что сказать Вот На этом все И Ба-бай